Мультимедийный видеомост 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 Спасибо. Я хотел бы сказать, что сегодня стартует очень важное мероприятие, которое объединяет сегодня всю страну, всех молодых людей нашей страны. И сегодня сотрудниками органов по делам молодежи, волонтёрами, штабами, активистами горжанскими десятки тысяч человек участвуют в этой акции. И при этом хотелось бы, наверное, обратиться к вчерашнему общению президента нашей страны с ответом на вопросы. И все мы помним тот разговор, который состоялся с ветераном, который обращался с Прохоровского поля. Действительно, всех волнует сегодня, и старшее поколение волнует сегодня, как мы будем хранить и приумножать память о Великой Отечественной войне, каким образом это может произойти. По моему мнению, это проблема не столько старшего поколения, это проблема молодых людей. И это проблема тех, кому сегодня 20-30 лет. И именно наше поколение, те, кому сегодня 20-30 лет, должны эту проблему решить. И я хотел бы отметить, что Георгиевская лента – это, наверное, самая успешная, самая такая яркая акция, событие, которое стало… И уже мы обсуждаем, даже так по-дружески спорим, где же штаб вообще, где же координация этого события, мероприятия. Мы понимаем, что… И это очень важно, что сегодня нет единого центра. Сегодня это является таким волеизъявлением нашей страны, наших людей, в том числе и, прежде всего, молодых людей, которым модно ходить с лентой в эти дни. И это объединяет не только россиян, это объединяет и людей по всему миру, и это объединяет и наших соотечественников. И это всё очень важно для того, чтобы как-то поддерживать эти настроения и ещё находить какие-то новые те или иные формы по, скажем так, поддержке празднования Великой Победы и, как скажем так, развитию темы Великой Отечественной войны, нашего героического прошлого. Мы сегодня стараемся проводить ряд мероприятий. Буквально вчера прошла Всероссийская вахта памяти, старт поисковиков их мероприятий, летних мероприятий. Эта вахта памяти прошла в Волгограде. Завтра в Ставрополе стартует федеральная акция «Георгиевская лента». И ребята там, которые соберутся со всего Кавказа в честь 70-летия освобождения Кавказа от фашистских захватчиков, также во всех уголках Северокавказского федерального округа и по югу России будут координировать и проводить в ближайшие недели эту работу. 6 мая в Петербурге стартует автопробег «Дорогами Побед». Он уже в третий раз проходит, в третий раз он будет международным. Он пройдет от Петербурга до Баку через более чем 40 городов нашей страны. И более месяца более 10 автомобилей с активистами, которые будут участвовать в проекте «Наша общая победа». Это съемки фильмов и воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне, о тех подвигах, которые они совершали. Эта большая акция будет проходить как раз организованно в Федеральном агентстве по делам молодежи. Это вот то, что будет происходить в ближайшее время. При этом у нас есть большой запрос, и мы внимательно отслеживаем уже не первый год те или иные новые инициативы, которые рождаются. В этом году, как и в прошлом году, мы планируем эти инициативы поддерживать, проводить образовательные программы. Гражданский форум «Селигера» в конце июля-начале августа 2013 года будет именно этому посвящен. В конце года мы планируем, как и в прошлом году, более сотни лучших патриотических проектов молодых людей поддержать грантами, с тем, чтобы они вырастали в такие большие акции, как «Георгиевская лента», чего сегодня, в общем-то, наверное, не хватает, чтобы таких мероприятий стало больше. Спасибо. Спасибо большое. Анна, хотела бы отдать слово в Томск. Пожалуйста. Да, большое спасибо. А я, в свою очередь, хочу передать слово Тимуру Рашидовичу. Сибирская аграрная группа первые семь лет назад присоединилась к акции, и вот с тех пор помогает предприятиям, удиспечивает заявки на ленточки. Как раз, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Я согласен с предыдущими выступающими. На самом деле, очень важно и было сказано, что целевой группой, помимо ветеранов, это у нас, конечно, молодежь. И вот нам, правильно было сказано, 20-30-летним людям, родным из СССР, не надо объяснять, что такое Великая Отечественная война, значение этой войны, а вот молодежи – это очень важно. И вот эта вот «Георгиевская ленточка», она позволит молодежи, во-первых, донести там в таких формах, как вот было сказано, да, там в виде кинофестиваля, в виде каких-то конкурсов, граффити, да, и, может быть, каких-то разъяснительных мероприятий, да, но и то, что это стало модным, то, что наши дети проникаются, значит, вот этим вот именно духом, духом наших отцов, прадедов, которые погибли за нашу, так сказать, родину, это очень важно. И вот было сказано точно, что не надо создавать никаких-то коррекционных центров, это, на самом деле, эта акция изначально же родилась снизу, и за это огромное спасибо студенческой общине, которые в 2007 году на нас вышли с этим предложением, и у нас не было сомнений в том, что надо это делать. И, честно говоря, нам, конечно, трудно на фоне 30 миллионов розыдных ленточек хвастаться, но за это время мы раздали 250 тысяч тоже ленточек. Для нашего этого региона это достаточно. И мы наблюдаем такую картину, что, скажем, годом заявок, а мы в основном сейчас делаем это по заявкам общественных организаций, всё меньше и меньше, но это показатели не того, что акция становится менее популярным, это показатели того, что просто люди стали бережно относиться к этому символу, они его хранят, они его достают перед праздником Победы, кто-то круглый год на автомобилях, значит, ездит с ними. То есть это, на самом деле, эта акция жива, эта акция интересна, и мы с удовольствием будем продолжать эту практику. И просто рады в то, что мы попали в эту струю, попали в число организаторов, и будем продолжать это дальше делать. Спасибо. Спасибо. Коллеги, как мы с вами поступим? Вы нам позволите дать слово следующему? Конечно. Да, Ольга Александровна из Томского патриотического университета. Очень много мероприятий проводит университет, в том числе и несёт вахту по раздаче ленточек на улицах. Томский патриотехнический университет национально-исследовательский является региональным партнёром всероссийской акции «Георгийская ленточка» начиная с 2009 года. Участие в этой акции, а также статус – для нас большая честь и также социальная ответственность. Кроме того, это дополнительная возможность для наших студентов и сотрудников проявить солидарность и единение со всем российским народом и также с мировой общественностью. Понятно, что по степени распространённости сегодня мы уже можем говорить об этой акции как о беспрецедентной, потому что эта акция – это единение, это сохранение той исторической памяти тех уходящих в историю событий. Я хочу сказать о том, что старт этой акции в Томском патриотехническом университете прошёл уже вчера, 25 числа, когда студенты и сотрудники Томского патриотехнического университета по Центральному проспекту прошли с двумя девятиметровыми георгиевскими лентами и возложили их на Центральный монумент памяти в лагерном саду. Сразу же после акции у нас началась раздача наших волонтёров Томского патриотехнического, жителям города начали раздавать эти ленточки. Кроме того, в первую очередь мы раздаём ленточки общественным всероссийским и общественным ветеранским организациям, таких как Областной совет ветеранов, Городской совет ветеранов. В целом планируется раздать около 25 тысяч лент. Раздача будет продолжаться вплоть до 9 мая, и как бы кульминационным моментам это будет День Победы, когда у главного корпуса нашего университета и стелы погибшим политехникам состоится традиционный митинг, где каждому участнику, студентам, сотрудникам, которые приходят со своими членами своих семей, и, конечно же, наши ветераны, которые, к сожалению, ряды которых, к сожалению, с года в год становятся всё реже, каждому участнику будет также раздана ленточка. Кроме того, вы знаете, наверное, что в Томске проходит такая акция, как «Бессмертный полк». Волонтёры Томского политехнического университета в День Победы каждому участнику этого полка также раздадут георгиевские ленточки. Вообще для нашего университета День Победы и, в частности, эта акция является кульминационным моментом в годовом учебном цикле. Дело в том, что в течение учебного года мы проводим большое количество всевозможных мероприятий патриотической направленности и по направлению гражданское образование. Дело в том, что это конкурсы, это фестивали, мероприятия различной направленности превращаются либо к каким-то событиям, либо к конкретным датам. В этом году, 2013 год, цикл мероприятий прошёл, посвящённых 70-летию Сталинградской битвы. Это и видеопоказы, это и конкурсы, это лектории, это лыжные кроссы, это конкурсы фотографий, конкурс старой фотографии, где студенты должны были, в общем-то, те, которые захотят принять участие, принести фотографию своей семьи и небольшое эссе, рассказав о своих родственниках, тех, кто изображён на этой фотографии. В общем-то, достаточно широко студенты откликнулись, были подведены итоги. И, в общем-то, проводя вот такую работу ежегодно, я хочу сказать, что эта тема достаточно и актуальна для наших студентов, и в то же время очень большой отклик в сердцах наших студентов она находит. Студенты активно участвуют и в общении с ветеранами. С силами студенческих отрядов мы ремонтируем квартиры ветеранов. Ну, оказывается, другая всевозможная помощь, поздравления, посещение на дому. Ветераны с удовольствием встречают наших студентов-волонтёров, беседуют, рассказывают им. То есть это та работа, которая нужна и для старшего поколения, для нашего поколения, и работа, которая необходима для студентов. И вот студенты-волонтёры, которые как-то более погружены в эту тематику, они с удовольствием делают эту работу и привлекают других студентов. Дадим слово в Москву. Скажите, пожалуйста, сколько студентов-волонтёров в этом году принимают участие в акции? Ну, вот сказать конкретное количество студентов, ну, так чтобы мы подсчёт какой-то не ввели, но я думаю, что это более, наверное, 200-300 студентов-волонтёров, которые непосредственно принимают участие, ну, как бы организованы. Ну, вот любое мероприятие, оно планируется. Ту акцию, которую мы вчера по старту георгийской ленточки планировали в университете, естественно, это 9-метровые ленты, безусловно, мы организовали это мероприятие, но студентов пришло гораздо больше, чем мы планировали. И мы их, конечно, не считали там по головам, но мы смогли сориентироваться по раздаче георгийских ленточек, которых нам даже не хватило. То есть, вот, я могу сказать, что у нас ребята, ну, с удовольствием откликаются и принимают участие в этих мероприятиях. Спасибо большое. Владимир Эдуардович, хотела передать слово вам, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Для правительства Москвы важно, что молодёжные организации, которые в городе становятся с каждым годом, а сейчас ритм жизни так ускоряется, что, можно сказать, что даже с каждым кварталом всё более ответственными партнёрами власти, администрации города в решении самых разных задач. Для нас ценно, что вот акция «Старт», которая сегодня по всей стране и далеко за её пределами даётся, это, наверное, в новейшей истории нашей страны в последнее время, в последние десятилетия, это самая добрая национальная традиция, которая была создана. Очень важно, что она, о чём очень много мы говорим, создалась не в кабинетах чиновников, не в кабинетах бизнес-консультантов или социальных технологов, а родилась снизу. И именно, наверное, поэтому она является на протяжении вот уже почти десяти лет востребованной и любимой во всех регионах. Я помню, как девять лет назад волонтёров для акции искали, рассказывали и вовлекали в это дело. А сейчас бренд Георгиевской ленточки, он как магнит притягивает ребят, и не только ребят, и людей разного возраста, разного социального положения, разных даже политических и других взглядов. И те люди, которые принимали участие, принимают, может быть, в этом году впервые придут на акцию Георгиевская ленточка, они после того, как она закончится, после майских праздников, после Дня Победы, никуда не исчезают, а вовлекаются в другие различные волонтёрские проекты, которые в нашем городе много. Я могу сказать, что Георгиевская ленточка – это такой своеобразный локомотив вовлечения в городе Москве молодых москвичей в добровольческую, в волонтёрскую деятельность. Мы очень много и в преддверии 9 мая нашего главного национального праздника говорим о патриотизме, о состоянии работы с нашим обществом, прежде всего с молодыми москвичами, с молодыми гражданами России, их отношение к патриотизму. Вот мы считаем, что в современных условиях, наверное, патриотизм – это хорошо и ответственно делать своё дело, быть конкурентоспособными людьми. И вот я хочу сказать, и социологические исследования, которые мы в Москве проводим, подтверждают, что те ребята, которые занимаются различными формами волонтёрства, которые принимают на себя некие моральные и социальные обязательства не за деньги, не за страх, а что называется за совесть и с мотивациями более высокого порядка принимать участие в волонтёрской деятельности, они более оптимистично смотрят на жизнь, они создают вокруг себя некую такую атмосферу доброжелательности, что тоже очень важно. Ведь важно не просто хотеть сделать доброе дело, а важно уметь правильно помочь, правильно организовать. И тот механизм, который студенческая община создала, с нашей точки зрения, это эффективный механизм не только вовлечения, не только информационной работы с молодёжью в рамках Георгиевской Леночки и других проектов. Он очень ценен, потому что он эффективен, подтверждает тот факт, что технология, например, Георгиевской Леночки, она работает не только в Москве, но она и тиражируется в другие регионы нашей страны и далеко за её пределами. Вот очень важно, что я хотел бы тоже донести, что волонтёрство это такая технология ответственности и стимулирование развития добрососедских отношений, что для нашего города очень важно, и правительство Москвы этому уделяет внимание. Я помню, несколько лет назад, я, может быть, такое отступление сделаю, я ещё не работал в системе государственной власти, и в регионах не верили, что в Москве общественная организация смогла создать такой механизм, когда ребята обученные приходят на точку ответственно, там, не знаю, к девяти часам, строго исполняют кодекс акций, всю технологию и не получают за это деньги. Многие коллеги даже из других регионов говорили, ну, что-то такого быть не может, явно, наверное, им кто-то платит, явно им кто-то как-то по-другому, может быть, зачёты проставляет, или сессию легче сдавать, или, может быть, в общежитие кого-то как-то заселяют. Но приходилось с примерами, аргументированно, почти, может быть, где-то как-то переходя на различные приёмы аргументации, доказывать и убежать, что это не так, что ребята, которые Георгию Скленочку раздают, делают это из более высоких мотивов, а не, как это иногда может быть принято, только за деньги. Хочу сказать, что с момента старта акции в 2005 году даже Москва принципиально продвинулась в волонтёрском движении. У нас сейчас средний возраст волонтёра 22 года. Мы понимаем, что, например, на Олимпиаде в Лондоне, в Ванкувере, на последних Олимпийских играх средний возраст волонтёра был за 40 лет, 42 года. И у нас сейчас так получилось, что этот возраст чуть больше 20 лет. Но это тоже процесс постепенный, и такие акции, как Георгиевская ленточка, которые искренне, честно, объективно ребят привлекают, они дают почву для того, чтобы и у нас через 10, 20, 30 лет количество волонтёров в разных возрастах тоже увеличивалось. Мы в городе Москве, этот год объявлен годом волонтёра, создана дирекция года волонтёра. Мы будем поддерживать различные волонтёрские грантовые проекты, подключать ребят, которые в акции участвуют и в проведении больших событий, которые в городе Москве проводят. Это, например, чемпионаты мира по регби, который будет в июне, и чемпионат мира по лёгкой атлетике, который будет проходить в августе. И, конечно, это универсиада в Казани, Олимпиада. Ребята работают на самых ответственных участках, например, в Олимпиаде, которая будет проходить в Сочи, во всех трёх московских аэропортах. Ребята в том числе будут встречать самых высоких гостей, всех спортсменов. И технологически, выверенно, филигранно вот эту работу делать, и они будут первыми, о ком иностранцы, иностранные спортсмены будут судить о нашей стране, потому что они будут первыми вместе с таможенниками, кого увидят те, кто в нашу страну приезжает на Олимпиаду. И вот это вот ощущение своей страны и чести, которую волонтёру достойно, это тоже очень важно. Я хочу сказать, что правительство Москвы понимает, что акция разрослась, и нам это очень приятно, потому что мы её с 2005 года поддерживаем. Но мы, несмотря на то, что она проходит в разных самых точках земного шара, и что её делают разные люди, мы чётко знаем, что у её истоков стояли молодёжные коллективы студенческой общины и коллективы журналистов агентства РИА Новости, и юбилейный год, 60-летие Победы, они её организовали и тем самым, сами, наверное, того не подозревая, заложили новую народную акцию. Поэтому мы благодарим студенческую общину, другие молодёжные организации за такую активность, новые форматы, которые создают, наверное, те самые духовные скрепы, о которых и наш президент говорит, и мы все работаем, которые объединяют наше общество. Спасибо большое. Большое спасибо. Ксения хотела передать слово вам, пожалуйста. Добрый день ещё раз. Мне очень приятно участвовать в таком мероприятии замечательном. И, конечно же, я, как и все, как и многие, считаю, что это очень важно, естественно, раздавать ленточки, объяснять людям, что это такое. Потому что, на самом деле, далеко не все знают, и я считаю, что это очень замечательно, когда человек, получив на улице, молодой человек, учащийся в школе, который не очень многое, может быть, знает о войне, не много знает подробностей, не много интересуется, получив такую ленту, возможно, захочется залезть в интернет, посмотреть, узнать нечто большее, нежели написано в учебниках истории, в которых, как известно, история переписывается периодически, в зависимости от политической, в том числе, ситуации в стране. Даже информация, которая была в моих учебниках истории, она немного отличается от того, что сейчас. Поэтому это, безусловно, замечательная акция. И мне бы хотелось, наверное, о частных таких случаях рассказать о том, как работает ленточка, даже в моей жизни. У меня есть два сына маленьких, которым 3 и 5 лет. И мой папа, он очень бережно эту ленточку возит в машине, внутри машины, чтобы она, чтобы ветер ее не стрепало, она у него привязана к зеркалу. И вот буквально на днях мой старший сын спросил мне, мама, а что это такое? Я постаралась рассказать, донести деткам, что такое эта ленточка, что она символизирует, кто эти люди, которые были на войне, что за подвиг они совершали. И я думаю, что мне удалось, потому что на следующее утро мой сын подошел ко мне и сказал маму, я решил, кем я буду, я пойду с солдатом на войну, я буду защищать Родину. Я сказала, сынок, надеюсь, что в ближайшее время войны не случится. Но я считаю, что это очень здорово, что есть такая возможность рассказать даже таким маленьким детям о том, что такое есть георгиевская ленточка и кто все те люди, которые были на войне и которые сделали эту победу. и в том числе я считаю еще, что акция разрастается и народ сплочается благодаря этой акции. Всем известно, что война была выиграна не только количеством, безусловно, народа, но и в том числе тем, что люди были подвержены одной идее, люди шли на одно общее дело. Поэтому я считаю, что очень здорово и процветание этой акции. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, мы переходим к вопросам. Анна, я предлагаю сначала вопросы в Москве, а потом, если будут в Томске, по одному вопросу. Хорошо? Мы согласны. Уважаемые журналисты, пожалуйста, появились ли у нас уже вопросы в зале, пожалуйста, поднимайте руки. Второй ряд, пожалуйста, дайте микрофон. Спасибо. Работает. Спасибо. Иван Анфертьев, журнал «Вестник архивиста». Скажите, можно ли назвать какую-то цифру, вот цифры волонтеров, количественный состав по Москве и по регионам? И второй вопрос. Можно ли сказать, в каких регионах Российской Федерации это движение волонтерское наиболее активно проходит, так сказать, и где менее активно? Спасибо. Ну, что касается количества волонтеров, в Москве это ежегодно, конкретно в этой акции участвует больше тысячи человек, и акция проходит во всех регионах при поддержке региональных органов власти, при поддержке полномоченных органов, которые занимаются молодежной политикой. И, ну, как вы видите, конечно, масштабы они примерно, масштабы всей страны, вот по количеству, например, розданных ленточек, они примерно сопоставимы с тем, что раздаётся в Москве. Но тем не менее, вот вы слышали потомскую ситуацию, я думаю, что в городах-миллионниках ситуация примерно схожая. Вот как-то так, если в двух словах. Я хотел бы добавить, я уже сказал, завтра в Ставрополе пройдёт и начнётся большое такое движение, большая акция, объединяющая все регионы Юга России, СКФО. Полторы тысячи человек из разных регионов собираются на этом площадке. И это, наверное, там на юге страны наиболее массовое такое мероприятие, и будет большое продолжение по всем населённым пунктам Ставропольского края, других регионов. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что десятки тысяч молодых людей в этом так или иначе принимают участие. Те, кто раздаёт ленты, кто участвует дальше в мероприятиях, посвящённых этому. И, конечно, в большинстве, в подавляющем большинстве регионов на уровне органов по делам молодёжи созданы соответствующие штабы. Плюс я хочу добавить, что у каждого человека, у каждого волонтёра или просто желающего повязать георгиевскую ленточку, но у тех, у кого нет такой возможности в прямом смысле, люди живут иногда в деревнях далёких, не всегда ходит транспорт туда. У нас есть несколько новых таких возможностей на нашем официальном сайте. То есть люди могут попросить георгиевскую ленточку, и мы ему её пришлём на почту, то есть в каких-то там разумных объёмах. Потому что, на самом деле, в день приходит до 500 писем в преддверии акции касательно того, что «а вот мы к акции подключились, укажите у нас списки партнёров, у нас можно получить ленточку в регионе». Получаются совершенно разные организации – от школ до крупных фабрик и заводов. То есть акция, она действительно народная, у неё нет единого штаба управления, раздачи, поэтому точных цифр, конечно, никогда не будет. Это как Новый год, то есть понимаете, да? Понятно, что вся страна празднует. Спасибо большое. Анна, пожалуйста. Кто-то из коллег хочет? Я, честно говоря, соглашусь с характеристикой сравнения Новый год. На самом деле нет у нас конкретных штабов, мы не оцифровываем количество волонтёров. Заявка поступает, но она тут же исполняется. И поэтому не надо никому ничего объяснять. Все всё понимают, и кто-то достает из-за кромов, и кто-то получает новые. То есть такое бровновское движение не подлежит какой-то оцифровке, потому что это на самом деле всё снизу идёт, и это очень важно. Было сказано про штабы при регионах, при городах, они есть, они занимаются своими делами, празднованием и так далее. То есть Георгийская ленточка идёт параллельно, даже никто не задаётся вопросом, привезли, не привезли, потому что всё будет, будет роздано, у всех будет висеть эта Георгийская ленточка, и мы не задаёмся вопросом, а сколько человек нужно подготовить, а как это всё вот так вот само собой уже за эти семь лет отработалось, да, восемь лет, что вопросов никто никаких не задаёт. Все всё понимают, что будет Георгийская ленточка у всех, на самом деле. Спасибо. Анна, вот есть вопросы в Томске? Нет, вопросов в Томске нет. Москва, пожалуйста, последний ряд. Москва.ФМ. Вероника Вострикова. Скажите, пожалуйста, где в Москве можно получить Георгиевскую ленточку? Буквально, может быть, несколько адресов. Да, конечно. Во-первых, вы всегда можете зайти на наш сайт и увидеть все 17 точек конкретной акции. У нас традиционно основные точки распространения Георгиевских ленточек сосредоточены в пределах Садового кольца, то есть у всех крупных пересадочных станций метро на дорогах это первое. Второе, как я уже сказал, очень много ленточек будет раздаваться в парках в преддверии праздников, потому что туда приходит много ветеранов, их детей, семей и так далее. В третью очередь, если мы хотим с вами даже поговорить о том, как получить ленточку в онлайне, у нас все известные социальные сети подключились к акции в этом году и будут использовать в элементах оформления Георгиевскую ленточку и также абсолютно бесплатно, я подчеркиваю, прикреплять Георгиевскую ленточку к аватару. Это можно как на сайтах социальных сетей, так и у нас на сайте. Спасибо большое. Киев, Славянские новости, Валентин Халецкий. Скажите, пожалуйста, какие страны из бывшего Советского Союза, которые участвовали в войне, принимают участие в данном? Это к вам вопрос. Второй маленький вопрос. Как можно подключиться нашей редакции славянских новостей к раздаче ленточек, потому что я подошел к волонтерам, спросил, они мне сказали, мы можем вам дать только две. Это правда. Да, две я одну использовал, а вторую оставил для другого человека. Вот поэтому где можно взять, чтобы поездом передать на Киев или в Киеве получить. И третий вопрос к Сергею Белоконеву. Сергей, скажите, пожалуйста, идет череда освободительных моментов 70-летия освобождения городов, освобождения наших территорий и сопредельных территорий, включая Австрию и так далее. Будет ли распространяться георгиевская ленточка по по мере того, как вот эти победы будем мы праздновать освобождение, условно, Минска, освобождение Киева 70-летия и так далее. Ведь в данном случае патриотизм заключается не в том только, чтобы 9 мая эту ленточку носить на груди. Может быть, есть смысл использовать это, чтобы иоргиевская ленточка стала символом постоянной нашей победы. Что касательно вопроса, какие страны из СНГ подключаются, я вам скажу так, страны не подключаются, подключаются люди, которые живут в разных странах и во всех. Просто есть специфика и особенности. И во многих странах-государствах, например, Прибалтики и во многих регионах Украины, которые мы тоже очень любим и часто туда ездим, иногда бывают некие недопонимания на уровне руководителей регионов или даже стран. Но, тем не менее, это не мешает георгиевской ленточке попадать туда, потому что всегда есть люди, активисты, которым важно и которые любят эту акцию, ждут ее. Есть огромное количество ветеранов, которые живут там. Поэтому я вам могу совершенно точно сказать, что в каждой стране бывшего Советского Союза, в каждой стране Европы, я вам более того скажу, акция проходит. Как правило, она проходит порой в тесном контакте с российскими культурными центрами, которые там представлены. Ну, вот как-то так, если в двух словах. Что касается волонтеров двух ленточек и как подключиться. Да, действительно, в Москве волонтеры раздают желательно две, это даже щедро. У нас есть определенное правило. Нам важно, чтобы человек пришел за георгиевской ленточкой сам. Это то малое, что он может сделать для того, чтобы, ну, как-то вот сам для себя. Вот ты сам решил, ты вот молодой человек решил там сам ее повязать. Пришел, подошел на точку, повязал. В этом нет проблем, точек очень много. Что касается возможности стать партнером, конечно, мы рады всем. У нас очень много региональных партнеров, которые раздают георгиевские ленточки. И, конечно, мы с вами можем тоже договориться, передадим вам часть ленточек, чтобы вы могли вашей редакции и раздать их в тех регионах, в которых вы это можете сделать. Вот вы сказали, затронуя важный вопрос по поводу того, чтобы молодежь, в первую очередь, я так понял, в тех странах, которые участвовали в борьбе с фашизмом и вот в 43-м, 4-м, 5-м году участвовали в освободительном движении, чтобы они подключались и в этом участвовали. Но надо тоже отметить, что, в общем-то, это уже происходит и не первый год, и я еще, будучи депутатом Госдумы, несколько раз помогал там отправлять или как-то помогал тем, кто на Украине организовал те или иные мероприятия, тоже связанные с этой акцией. И я знаю, что довольно популярна эта акция. Если к нам по тульной линии обратятся и предложат какое-то дополнительное здесь взаимодействие, мы всегда будем рады. Опять же, хотел бы сказать, что это все идет снизу обычно, и это правильно. Я через Ваше средство массовой информации хотел бы обратиться ко всем нашим братьям на Украине. Мы всегда готовы с ними провести мероприятия, в том числе и Георгиевского лента. Приглашаем их на гражданский форум Селигера, где проходит подготовку, обучение образовательной программы, волонтеры, гражданские активисты и другие как раз молодые патриоты. И уверен, что это послужит… Мы готовы через это поддержать и какие-то интересные проекты, которые есть на всем постсоветском пространстве, и через это, в общем-то, мы можем добиться поставленных целей. Вот что хотела бы сказать. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые гости в Томске, есть ли что-то добавить? Может быть, появились вопросы в студии? Я думаю, уже много сказали. Спасибо. Уважаемые журналисты в Москве, пожалуйста, вопросы в первый ряд. Ирина Баранова, аргументы и факты. Скажите, пожалуйста, мне рассказ Ксении натолкнул на такую мысль. Акция «Георгиевская ленточка» направлена на то, чтобы раздавать, собственно, ленты, волонтеры, чтобы все помнили о том, через что пришлось пройти нашим ветеранам. Нет ли такой направленности, чтобы не только помнили, но еще и дети как-то знали, например, взять, доставить на автомобиле ветерана, например, в старший школьный, в садик группы старшей, либо в младший школьный, так как они наверняка узнают искаженные факты. Да, у нас несколько лет назад… Ну, во-первых, да, это частая практика, это сами школы это делают, то есть в этом нет никакой потребности прямо организовывать. Но я вам скажу о другом. У нас несколько лет назад из волонтеров акции вырос такой отдельный проект. Он называется «Внук». Это расшифровывается следующим образом. «Ветерану нужен уход и компания». То есть ребята, которые в свое время начинали свою волонтерскую общественную деятельность в качестве волонтера акции, придумали такой проект. И смысл его заключается в том, что они вместе с соцработниками ездят к ветеранам. И причем даже, знаете как, первоначально, когда задумался проект, мы думали, что приедут ребята к ветерану, может ему за хлебушком сходить надо или окно помыть, или что-то еще. Получается так, что, по крайней мере, в Москве у большинства ветеранов такой проблемы нет. И самое главное для них – это возможность пообщаться, рассказать какие-то свои истории, истории о войне. Причем, как правило, это, знаете, история не о том, как они брали какие-то города, а истории любви, истории дружбы. То есть это такие простые жизненные истории, потому что, ну, ветеранам зачастую, наверное, уже у них, ну, представляете, да сколько им лет, сколько у них друзей осталось живых. А общаться с молодым человеком, они видят в нем себя. Поэтому, ну, вот есть такие проекты, они разные. Вот конкретно у наших волонтеров родилась такая идея, это несколько лет, собственно, проходит такая история. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, пожалуйста, еще вопросы. Пока наши коллеги готовятся, я хотела бы спросить, куда в Москве стоит обращаться, если люди хотят стать волонтерами? Например, я хочу раздавать георгиевскую ленточку. Вот, я не организация, я одно физическое лицо. Куда обратиться? Ну, вы можете обратиться, во-первых, ну, во-первых, человек, который хочет стать волонтером, он всегда найдет, как это сделать. Потому что это всегда человек с активной гражданской позицией, и возможности стать волонтером для него, ну, по крайней мере, в Москве предостаточно. В Москве сегодня, в наши дни, в 13-м году объявлен год волонтера. В связи с этим огромное количество мероприятий проводить правительство Москвы. Наверное, Владимир об этом расскажет лучше, чем я. Что касается того, как стать волонтером георгиевской ленточки, очень просто. Достаточно зайти на сайт gl.9may.ru, там очень доступная навигация, и любой сможет понять, как все сделать. Есть группы ВКонтакте, есть ребята, есть Twitter, то есть все что угодно. Правильно ли я понимаю, что в Томске это тоже так просто, можно через интернет-сайт найти, куда именно обратиться? Более того, я вам скажу об одном новшестве, вот последнего времени у нас волонтеры с недавних пор страхуются страховыми компаниями на предмет всяческих несчастных случаев. Я думаю, что если у нас эта практика будет признана удачной, возможно, мы это перенесем как-то на уровень города. Хотя у нас, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, еще на ленточке никогда за девять лет на дорогах ничего не происходило, видимо. Видите, сегодня даже солнышко вышло, хотя вчера дождь шел целый день. Ну, так ведь акция началась. Так вот она почему. Тимур, хотела бы... Анна, я так понимаю, вы нам адресовали вопрос, да, все-таки по волонтерам. Ольга Александровна, ответите. Какие люди хотят стать людям, которые тоже хотят стать волонтерами, но, возможно, не являются студентами ВУЗа? Ну, я думаю, что у нас тоже нет большой проблем. У нас точно так же работают сайты общественных организаций. Кроме того, вот у нас в университете есть волонтерский центр, где, в общем-то, тоже есть возможность обратиться, написать заявление, то есть пройти соответствующие тесты и так далее. Ну, а то, что касается волонтеров, ну, как говорится, социальная такая деятельность волонтера, да, в том числе вот и по оказанию какой-то помощи, то здесь тоже нет у нас, ну, как бы проблем. И даже если он не является студентом, в ряды наших волонтеров мы принимаем ребят, потому что наши волонтеры, они работают и со школьниками, и со студентами технику. Мы вообще проводим очень много всевозможных мероприятий и дни открытых дверей волонтерского движения, куда вот привлекаем ребят не только из нашего вуза, но и из других, в том числе, образовательных учреждений. Я бы хотел тоже добавить, вот в Москве было сказано, что это модно, на самом деле это стало модно, и не надо уговаривать молодежь, и мы в свое время, когда мы начинали акцию, вот так получилось, что меня зовут Тимур, мы придумали даже такие котомки, написали на них «Тимуровец», «Звезду» и так далее, хоть как-то думали стимулировать этот процесс, и на самом деле потом уже в последующем этого не надо было все делать, не надо было уговаривать. с этими котомками они, правда, и дальше ходили, это я сказал, с модным, вот эти вот сумочки, значит, ну, не надо уговаривать как-то призывать, они на самом деле с активной позиции, они сами находят, значит, я конкретно через свою приемную, они находят приемную, приходят, берут и организуют раздачу. И вот было сказано по поводу акций, которые рождаются снизу, вот в Томске замечательная акция была рождена, вот Ольга Александровна об этом сказала, это «Бессмертный полк» по инициативе нашей телекомпании «Томская ТВ-2», и она сейчас тоже, так уже, как геркцевая ленточка, распространяется по всей России. Очень замечательная акция, когда внуки, правнуки выходят со штендерами, значит, своих дедов, бабушек, которые участвовали, значит, в войне, чтобы о них не забывали, где, значит, они там с орденами, и с таким вот уважением проходят у нас впереди колонны во время парада 9 мая. И вот эта вот акция, на самом деле, она снизу. Не надо никого уговаривать. С каждым годом тысячи и тысячи людей присоединяются к этой акции. И вот это вот, ну, показатель, что и геркцевая ленточка, она рождена снизу, и ее не надо никак стимулировать ни волонтерами, ни, ну, медицинским призывом, значит, как было сказано, там, за какие-то зачеты и так далее. Люди сами изъявляют желание. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, пожалуйста. Подождите, пожалуйста, микрофон. С другой стороны. Извините, пожалуйста, за опоздание. Я, честно говоря, шел на другую пресс-конференцию Григориевна, я очень рад, что я попал к вам. Почему? Я сейчас корреспондент индонезийского еженедельника. Ну, сообщаю им иногда о важных событиях, и я думаю, что вот о Дне Победы я хочу написать материал какой-то строкой, значит, вот ваша пресс-конференция и войдет. Ну, что вы делаете такое благородное дело, чтобы молодежь не забыла, потому что, действительно, вот я вам скажу совсем недавно, я в Збергасе, я живу в переделке, не буду называть Збергасова, вы знаете, что одно спросил юношу, который, так сказать, по бизнесу, ну, это же бизнес Збергаса, вот, знает ли он, когда началась и закончилась Великая Отечественная война? Он говорит, я не знаю, вы знаете, вот моя профессия бизнес и так далее. Потом, когда я второй раз пришел, он говорит, вы знаете, у нас никто не знает. Это люди молодые от 25 до 30 лет, ладно, не знают дети в школах, но я не поэтому хочу выступить, а мне очень понравился вопрос корреспондента «Аргументы и факты», и мне хотелось бы, чтобы вот ваша благородная деятельность, она не ограничилась вот единичным, только по поводу вот даты, а чтобы это постоянно, что-то, что я имею в виду? Может быть, есть смысл на уроках историю школы приглашать ветеранов, тем более они уходят, их скоро вообще никого не останется. Может быть, сделать фильм от тех, кто остался, кто был на Курской дуге, они еще живы, кто на Сталинграде был. Может быть, даже когда-нибудь и Ксения согласится выступить благотворительно, какой-то типа концерт в школе дать, потому что действительно это отвлечет молодежь от наркомании, потому что положение с детьми очень тяжелое. Я думаю, ваш благородный вопрос в том, можно ли это организовать, что-то сделать такое, чтобы ваша акция из единичной превратилась в постоянную акцию работать с молодежью. Это очень важно, если мы будем заниматься детьми. И спасибо вам всем. Спасибо. Это уже происходит, действительно, и ролики снимает федеральное агентство, ролики с ветеранами, то есть они выкладываются в интернет, тиражируются среди молодежи. И у нас это тоже не единичная акция, она просто очень яркая, о ней все говорят. Много очень акций, которые проходят буквально каждый день, каждую неделю. И мы ветеранов, конечно же, никогда не забываем. Просто, к сожалению, они действительно с возрастом становятся все менее и менее мобильными, и чаще уже приходится ездить к ним, чем видеть их на каких-то мероприятиях. Можно дополнить, да, по поводу школ? Я с удовольствием это делаю и выступаю на праздниках на каких-то. И что еще хотела сказать по поводу… В преддверии 9 мая, естественно, в школе у моей подруги, у сына моей подруги было предложено несколько тем для сочинения, одна из которых касалась войны ветеранов. И очень многие… Вот моя подруга поделилась со мной, что ей было приятно, что многие дети, в том числе ее сын сам, без каких-то дополнительных подталкиваний к этому, сами дети выбирали тему, связанную с войной и с памятью о военных годах. Поэтому я считаю, что очень здорово, и в том числе, возможно, акция с ленточками, она подталкивает к этому тоже. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, есть ли у нас еще вопросы в Москве, в Томске? В Томске еще есть реплика. Ольга Александровна хотела бы добавить. Мне хотелось продолжить вот этот разговор, буквально несколько слов. Я, конечно, понимаю вот о том, что никто не знает о Великой Отечественной войне, не был задан вопрос и так далее. Но вот работая со студентами, да, уже более 20 лет занимаюсь, в том числе и воспитательной работой, мне как-то странно немножко вот это вот слышать, потому что вот те студенты, которые, с которыми работаю я, ну, наверное, у нас не нашлось бы ни одного студента, который не знал, что такое Великая Отечественная война. Ну, годы, во всяком случае. Да, и те мероприятия, которые мы проводим, именно конкурсы, о которых я уже говорила, да, фотография твоей семьи, какие-то сочинения, рассказы, говорят о том, что студенты знают историю своей семьи, и там, где, может быть, что-то они еще недополучили, вот проводя такие мероприятия, они активизируются, они исследуют, они спрашивают у своих родителей. И то, что касается вот ветеранов, да, действительно, им все сложнее и сложнее с каждым годом, я могу сказать это по своей работе. Но то, что ведь наши студенты приходят к ним домой, поздравляют их, общаются, помогают в чем-то, вот это вот встречи, ну, они очень рады, ветераны, встречи с молодым поколением, они очень много им рассказывают, они готовят чай, они готовят им подарки, они ждут их. То есть наши волонтеры, приходя от ветеранов, они приходят с подарками, с шоколадкой, с конфетами с какими-то, и проводят там часами. То есть это очень, ну, такое вот важное направление. И это нужно поддерживать, и ребята с удовольствием отвлекаются на это. То есть их заставлять не нужно, у нас никогда нет проблемы, допустим, найти ребят, которые бы провели, ну, занялись той или иной работой. Не только распространением ленточек, да, а вообще. То есть всегда ребят достаточно много, иногда даже, ну, лишние бывают. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, есть ли у нас еще вопросы здесь в зале? Анна, у нас в Москве вопросов нет. Если, как в Томске? В Томске тоже не появились вопросы? Тогда мне хотелось поблагодарить всех участников в Москве, в Томске. Большое спасибо всем. До новых встреч на площадке РИА Новости. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Бр требованы, Продолжение следует...